680 тысяч кубанских школьников готовятся к новому учебному году. Вопросам безопасности и подготовки образовательных учреждений посвящено Краевое селекторное совещание под председательством Вениамина Кондратьева. В его работе принял участие глава района Александр Семеряков. С 1 сентября школы Кубани начнут работать в обычном режиме, и 76 тысяч первоклашек услышат свой первый звонок. Обязательное условие – соблюдение всех санитарных требований. День знаний 1 сентября состоится. И мы должны к нему подготовиться. Безусловно, что Роспотребнадзор до 20 августа доведёт до регионов требования по проведению дня знаний. Но ещё раз подчёркиваю, день знаний состоится в любом формате. С каждым годом растёт нагрузка на школы, но благодаря строительству новых и ремонту уже имеющихся зданий, всё больше учащихся занимаются в одну смену. Большинство школ уже готовы к новому учебному году. Венимин Кондратьев поручил приложить все силы и закончить ремонтные работы в срок. Капитальный ремонт, благоустройство, в том числе и обеспечение безопасности, в колене было выделено 1 миллиард 800 миллионов рублей. Даже в рамках непростого состояния с поступлениями, в бюджет корневой это на 600 миллионов больше, чем в прошлом году. В условиях пандемии образовательный процесс должен быть организован с учётом всех санитарных требований. Приобретение устройств обеззараживающих воздух выделено 172 миллиона рублей. Венимин Кондратьев поручил Министерству образования проверить работу обеззараживающих приборов в каждой школе. Главное – безопасность и здоровье как детей, так и учителей. Это уже не такое 1 сентября, как обычно, и не такой учебный год, как обычно. Всё по-другому. Всё усвоится на ныне. И учителя должны, и весь педагогический состав должны носить масло, теперь уже в школу. И это обязательно. Участники совещания отметили, что будет разработан алгоритм графика питания, чтобы дети не образовывали очередей в школьных буфетах. Составлено расписание таким образом, чтобы за каждым классом закрепить учебный кабинет. Кроме того, Венимин Кондратьев поручил главу муниципалитетов проконтролировать безопасность дорожного движения по пути детей в школу.